21 марта парламентарии Абхазии избрали Саиду Бутба председателем Верховного Суда Абхазии. О некоторых вопросах деятельности этого органа судебной системы поговорим с Саидой Бутба. Она у нас в студии. Саида Рушневина, приветствую вас. Добрый день. Спасибо, что вы нашли такую возможность, пришли к нам в студию и согласились ответить на наши вопросы. Вам спасибо за приглашение. Саида Рушневна, вы ранее работали в правовой сфере. Как вам дается вот этот переход в судебную систему с учетом того, что раньше вы в этой системе не работали? Как идет знакомство с работой, с судейским сообществом? Как вот эта работа вам дается? Да, до этого, до избрания моего, у меня председателем, я ранее была избрана судью Верховного Суда. До этого не работала в судебной системе, однако была членом квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. И мое членство в этом органе, судейское сообщество, дало мне понимание тех основных процессов, которые проходят внутри судебной власти. Это такой орган судейского сообщества, который занимается, ну, полномочиям квалификационной коллегии судей определенным конституционным законом о судебной власти. И к полномочиям относится рассмотрение вопросов о приручении дисциплиной ответственности судей, о присвоении квалификационных классов и иным вопросам организации деятельности судебной власти. В этом смысле судей я не была, но какое-то отношение к судебной власти в части как раз рассмотрения вот этих полномочий, которые возложены на квалификационные коллегии судей, на меня были возложены. И какое-то предварительное знакомство у меня уже до вступления в должность председателя Верховного Суда у меня уже было. После уже вступления в должность председателя Верховного Суда, конечно, произошло знакомство с судейским сообществом, с коллективом Верховного Суда, с аппаратом Верховного Суда. Часть судей до моего прихода я знала, сталкивалась с ними по работе в рамках администрации президента, до того, как они были судьями, то есть какие-то личные отношения у нас были с судьями, я некоторых из них знала, с некоторыми познакомилась уже, когда уже пришла на работу председателя Верховного Суда. А вот знакомство именно с работой, со спецификой, вот как у вас сейчас происходит, что бы вам хотелось отметить? Ну, мои полномочия в качестве председателя, их очень много, они разноплановые. Есть полномочия в моей качестве судей, то есть я участвую в отправлении правосудия непосредственно, я участвую и являюсь членом президиума при рассмотрении дела в надзорной инстанции, то есть когда уже дела, вступившие в законную силу, будут обжалованы не в касационном порядке, как не вступившие, а уже вступившие в законную силу, когда они обжалованы в самой конечной инстанции в президиуме. Рассматриваются эти дела в составе коллегиальным составом суда. Там пять членов президиума, три из них постоянных члены. Это председатель Верховного суда, первый зам председатель Верховного суда и зам Верховного суда. И двое судей привлекаются с помощью автоматизированной судебно-информационной системы случайным образом в состав президиума. То есть в данном случае не осуществляют свои полномочия как наравне с другими членами президиума при разрешении конкретного дела. Когда она уже обжалуется как вступившая в законную силу в президиуме. Но у меня есть большой пласт полномочий и обязанностей в качестве, значит, не связанных с отправлением правосудия, связанных с организацией деятельности Верховного суда, судов общей юрисдикции. И здесь моих обязанностей, даже не могу их назвать полномочиями, обязанностей очень много. Все, что касается организации деятельности непосредственно ежедневной текущей судов не только Верховного суда, а всех судов общей юрисдикции возложено на меня, ответственные за это и обязанности только на мне. В этом смысле круг этих обязанностей очень большой. И у нас судов сейчас общей юридикции с учетом с Верховным судом в том числе всего 10. То есть они располагаются во всех районах Республики Абхазии, в городе Сухом. Еще у нас есть специализированный орган военный суд. То есть общее руководство деятельности судов именно организационное, возложенное на меня. То есть начиная от выплаты при уходе в отпуск к судьям, отправить всех в отпуск, выплатить полагающиеся компенсации, выплаты. Это все возложено на меня, проверка. И вся ответственность тоже возложена в этом смысле на меня. Обязанностей в этом направлении очень много. Поэтому непосредственно я могу... Кроме того, есть еще полномочия, связанные с обжалованием действий. В случае, если, например, жалоба не направляется в президиум, есть решение судей об отсутствии оснований для передачи надзорных жалоб в президиум, отказ в передаче направлении в президиум рассматривается тоже мной единолично. Есть ряд вопросов, которые рассматриваются мной единолично вне судебного заседания. Если нет состава суда в районе или в городе Сухом, в суде города Сухом, то решение об изменении территориальной подсудности тоже относится к моей исключительной компетенции. В случае, если мы в отсутствии экзаму, но так или иначе возложены на меня. Поэтому мои полномочия здесь, в первую очередь, как обычного судьи в рамках рассмотрения вопросов, возникающих в президиум при обжаловании в надзоре, есть мои единоличные полномочия в случае, если нужно изменить территориальную подсудность или пересмотреть отказ в передаче надзорных жалоб, и большой объем обязанностей связаны как раз с организацией всей Верховного суда, и аппарата Верховного суда, и всех судов общей юрисдикции. Саида Рушневина, вот Верховный суд Республики, я сейчас цитирую закон, «Высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции». Вот какие дела, я имею в виду по категориям, преобладают в судебном производстве сейчас? Какая у вас информация? Да, в соответствии с законодательством у нас определяется и Конституция Республики Абхазия, посредством какого судопроизводства осуществляется правосудие, и уголовное, и гражданское, в первую очередь, основная масса дела административного судопроизводства, судопроизводства по делам об административных правонарушениях. Эти все дела в то или ином качестве рассматриваются в Верховном суде. У нас в составе Верховного суда, в соответствии с Конституционным законом о судебной власти, Верховный суд действует в составе коллегий. То есть судьи делятся на коллегии. У нас есть коллегия по уголовным делам, коллегия по гражданским делам, коллегия по административным делам, делам об административных правонарушениях. И, соответственно, деление на эти коллегии предусматривает основные дела, которые рассматриваются у нас в Верховном суде. Есть категории дел, которые рассматриваются в рамках уголовного, уголовно-процессуального законодательства в первой инстанции. Это особо тяжкие преступления, которые совершаются, перечень их определенных уголовным законодательствам, которые относены к полномочиям Верховного суда. Есть такой же перечень, например, в отношении гражданских дел, но этот перечень уже меньше. К ним относятся, в первую очередь, дела об усыновлении, удочерения. Они относятся по первой инстанции к Верховному суда. Все остальное, так или иначе, и есть дела, которые относятся к компетенции Верховного суда в рамках административного судопроизводства с обжалованием действий решений, как правило, не обусловленных действий решений органов уголовного власти и должностных лиц. Поэтому категория дел рассматривания Верховного суда по первой инстанции, конечно, гораздо меньше, чем количество дел, которые рассматриваются в кассационном порядке. Это те решения, которые не вступили в законную силу судов общей юрисдикции районных, городских и военных судов. Пока они не вступили в силу, у сторон есть возможность обжаловать их в Верховный суд. И как раз рассмотрением вопроса обжалованных решений занимается уже как раз каждая из коллегий, в зависимости от категории этих дел, которые относятся к их полномочиям. Саида Рушневна, вот Верховному суду принадлежит право законодательной инициативы. Вы работали в администрации президента, были его представителем в парламенте. Понятно, что предложения в парламент вносятся сейчас через пленум, если мы говорим о Верховном суде. Но все же, на ваш взгляд, какие предложения можно внести? Понятно, что вы не одна принимаете эти решения, но все же. Да, вы правильно подметили. В этом смысле и Конституция, и Конституционный закон о судебной власти предоставляют Верховному суду наряду с президентом, с депутатами парламента, с Генеральной прокуратурой право законодательной инициативы. И да, реализовать это право невозможно единолично мной, собственно, как председателем Верховного суда. Для этого есть пленум Верховного суда и Конституционный закон о судебной власти как раз определяет, что Верховный суд действует в том числе в составе пленум Верховного суда, куда входят члены Верховного суда и председатели районно-городских и военного суда. Поэтому в данном смысле, ну, я хотела бы, чтобы это было понятно, что реализовать право законодательной инициативы можно только через пленум Верховного суда. С инициативой, конечно, могут выступить и судьи отдельно, каждый отдельно. У нас есть возможность обобщить судебную практику. Значит, в рамках обобщения судебной практики мы выявляем какие-то пробелы и противоречия, которые существуют в законодательстве. И по итогам рассмотрения, значит, обобщения судебной практики мы можем выйти с этой инициативы. То есть первоисточником может быть и в том числе обобщение судебной практики. Что касается, кроме того, у нас есть совет судей, орган судейского самоуправления, который, одной из функций которого, есть специальная комиссия по законодательству в совете судей, который также может выступать с инициативой. Так как совет судей также наделен большим перечнем полномочий, которые рассматривают правой статус судей и все, что связано с организацией деятельности судебной. Ну, не все, но это часть полномочий, которые у них возложены. В рамках рассмотрения этих вопросов они также могут выступать с инициативой и тоже через плену Верховного суда. Конечно, после того, как я пришла, наша задача не только усовершенствовать существующий механизм сейчас в рамках имеющегося законодательства, но и выявить те пробелы и противоречия на сегодняшний день, которые в законодательстве есть, а они действительно есть. И я с этим сталкивалась, с этими пробелами и противоречия, еще будучи на прежнем своем месте работы. И сейчас я уже больше сконцентрирована на понимании, на анализ тех норм, которые применяются мной и нами в рамках судебной власти. И, конечно, уже сейчас, прошло всего там три недели, уже есть какие-то, значит, выявленные в рамках уже реализации именно моих полномочий, те недостатки, которые сейчас в законодательстве есть. Я думаю, что в течение какого-то времени эти будут скомпилированы все предложения судей, если у кого-то будут, и в том числе наши, мы будем рассматривать этот вопрос, надеемся, что на пленум Верховного суда. Вот как раз был отчет, Валерий Ремеевич говорил, отдавал отчет о деятельности парламента за прошлый срок, и он говорил о том, что Верховным судом в рамках реализации своего права на законодательстве было внесено два законопроекта. Один, насколько я знаю, был отозван. Поэтому мы постараемся в этом смысле сконцентрировать свои усилия, в том числе на урегулировании этих вопросов, потому что не отрегулированное до конца какое-то правоотношение, которое отражено в норме, оно создает проблемы потом на стадии его реализации уже в том числе правоприменительными органами и нами в том числе. Ну а в качестве примера хотя бы один вы можете привести? Вот вы говорите, что в своей прежней практике вы тоже сталкивались, вы видели эти несовершенства. Ну вот сейчас основополагающим законом, который регулирует деятельность судов, как базовым законом является Конституционный закон о судебной власти. Он определяет организацию органов, правовой статус судей, значит, определяет, ну, дает базовые нормы, как наша судебная власть функционирует. И он очень, если раньше у нас было ряд законов отдельных, о статусе судопроизводства, теперь эти все нормы объединены в один закон. И он на сегодняшний день является основным. Вот сейчас, допустим, мной при реализации полномочий председателя, при издании тех или иных приказов, при реализации возложенных мне полномочий, возникает ряд проблем, связанных вопросов, связанных с тем, ну, это начиная от элементарных вопросов относительно, в каком порядке предоставляется отпуск, да, судьям и так далее, до моментов, касающихся уже непосредственно организации деятельности тех органов, которые в рамках Верховного Суда есть, Конституционных коллегий, Пленума, Президимума Верховного Суда. Там очень много таких норм, которые мы толкуем уже в рамках своей правоприменительной практики в ту или иную сторону, но, однако, они должны быть, на мой взгляд, отрегулированы довольно-таки четко, чтобы вопросов никаких не возникало, почему мы поступаем так или иначе. И открытость и четкость изложения норм, она позволяет не только нам при принятии решения, легко принимать эти решения, но и тем лицам, которые обращаются в Верховный Суд по разным вопросам, в рамках, в том числе, осуществления правосудия, им тоже легко ориентироваться в этом законодательстве. И наша задача вот эти все неясности и неточности снять. Таких вопросов много. Есть и вопросы, которые возникают при реализации процессуальных кодексов, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального. Не так давно вступился к кодекс об административном судопроизводстве, только сейчас у нас возникает такая обширная практика в рамках Верховного Суда. То есть вот это анализ этой практики, сначала мы делаем обзоры судебной практики, после этого делаем обобщение судебной практики. В рамках уже выявленных обобщений, если мы и выявляем в рамках обобщения, что требуется внести изменения в законодательство, после обобщения мы выносим этот вопрос уже на плену. Реализуем это мы сейчас через работу, план работы Верховного Суда. То есть план работы Верховного Суда был еще утвержден на 22-й год предыдущим руководителям, но с точки зрения, туда были включены актуальные вопросы на тот момент, которые были актуальны. Сейчас, я думаю, что очень сильно стало, ввиду расширения практики именно административного судопроизводства, обжалования, действий, решений госоргановых и должностных лиц, у нас уже накопилась достаточная практика реализации норм права, связанной как раз с рассмотрением этой категории дел. Я думаю, что в следующем году основной упор при анализе и обобщениях будет сделан и на административное законодательство и его применение судами. Поэтому есть планы, как раз и запланировано у нас заседание президиума и пленума на этот год, и есть планы, что можно будет вынести на следующий год. Кроме того, у нас есть пленумы Верховного Суда, которые содержали разъяснение судам общей юрисдикции, ранние данные, то есть пленумы 2009, 2010, 2011, 2012 годов, но наше законодательство с того периода сильно изменилось, поэтому эти плены требуют пересмотра. То есть в этом смысле мы тоже думаем вставить эти вопросы в план работы Верховного Суда. Я хотела сказать, что Верховный Суд, реализовать полномочия Верховного Суда можно только если есть какое-то стратегическое понимание, когда и на кого возложить, потому что вот так рассмотреть то же самое обобщение, разъяснение, это невозможно в течение месяца. Должны быть определены исполнительные, должна быть проведена работа, должны быть затребованы все эти решения по этой категории дел, отсюда всех общей юрисдикции, проанализирована вся эта практика, выявлены все недостатки, то есть это не так просто. Потом происходит обсуждение результатов обобщения сначала исполнителями, потом в рамках кассационных коллегий, потом на уровне зама, представителя Верховного Суда, а потом уже принимается решение мной, если есть необходимость вынести этот вопрос, есть какие-то вопросы, требующие рассмотрения в плену, уже на плену. Поэтому это такая сложная процедура, которая позволяет принять верное решение в итоге, потому что участвуют в этом принятии решения все судьи, лица, которые непосредственно осуществляют правосудие, сталкиваются с этими нормами в ежедневной своей деятельности в рамках рассмотрения дел, той или иной категории дел. Саида Рушневина, вот вопрос, который касается доверия вообще, к судебной власти, очень актуален в нашем обществе. Как вы считаете, какие можно задействовать механизмы для решения, разрешения этой проблемы? Это вопрос непростой, доверие к судебной власти. Я думаю, что доверие к судебной власти можно повысить, принимая законные, обоснованные, справедливые решения. Это единственный путь, который может повысить доверие общества к судебной власти. При этом я хотела бы сказать, что, конечно, мы должны понимать, что суд не является стороной. Конституция определяет состязательность и равноправие сторон в процессе. Судья в данном случае, либо состав суда является арбитром. Его задача обеспечить условия для того, чтобы стороны могли реализовать свои права, представить те или иные доказательства, чтобы их права, которые предусмотрены в процессуальном законе, были обеспечены. При рассмотрении того или иного дела он не является ни стороной обвинения, ни стороной защиты. Он должен принять на основании имеющихся данных, на основании анализа и правовой оценки имеющихся данных, единственное законное, справедливое, обоснованное решение. И только так это можно сделать. Просто, чтобы мы понимали, какова роль в данном случае суда, который и в соответствии с Конституцией, и тем же законным Конституционным законам судебной власти является независимым, подчиняется только Конституции, и законам Республики Абхазия. И об этом символизирует в том числе процесс, когда судьи приносят присягу. Они приносят присягу о том, что будут руководствоваться принять свои решения только Конституцией, законами, и не будут совершать действия, которые умоляют о вторите судебной власти. Саида Рушневна, по нашей Конституции, я вот тоже процитирую, судьи неприкосновенные, независимые, подчиняются только Конституции и законам Республики. Судья не может быть привлечен к ответственности, иначе, как в порядке определенным законам. Полномочия судей приостанавливаются или прекращаются, не иначе, как в порядке по основаниям, установленным Конституционным законам. Вот несколько лет назад, к примеру, в России приняли меру дисциплинарной ответственности, понижение квалификационного класса, там разработали критерии и так далее. Еще ранее было предупреждение, либо прекращение полномочий. Вот что, скажите, в этом плане предусмотрено в нашем законодательстве? И насколько вот эта мера такая может быть чувствительна вообще для судей, для судейского сообщества? Определяю, я думаю, что определяя правовый статус судей, его права и обязанность, конечно, одним из элементов правового статуса является дисциплинарная ответственность. Невозможно определить права и обязанности, не установить ответственность за невыполнение возложенных на тебя прав и обязанностей. И в данном направлении, значит, правовой основой привлечения дисциплинарной ответственности судей является, как я уже говорила, базовый наш закон, конституционный закон о судебной власти, который содержит исчерпывающий перечень оснований для привлечения дисциплинарной ответственности. Их много, начиная от нарушения кодекса судейской этики до грубой судейской ошибки при осуществлении правосудия, и при этом определяет перечень дисциплинарных взысканий, которые могут быть возложены на судью. Это начиная от замечания, выговора, строгого выговора, понижения в квалификационном классе и вплоть до прекращения полномочий судьи. То есть судья может прекратить свои полномочия на основании привлечения его к дисциплинарной ответственности. Органом, который обладает дисциплинарной властью в отношении судей, является квалификационная коллегия судей, которая соответствует с этим законом, на которую возложено как раз рассмотрение поступающих жалоб на судей. Если коротко говорить о процедуре, поступает жалоба на рассмотрение председателя квалификационной коллегии судей, который принимает предварительное решение, есть ли основания для дальнейшего рассмотрения в более подробном виде эту жалобу. Если есть такое основание, он в материалах жалобы видит и усматривает какие-то признаки дисциплинарного проступка. Возбуждается дисциплинарное производство, проводится служебное разбирательство, возлагается на одного из членов квалификационной коллегии судей, который, проведя это разбирательство, докладывает членам квалификационной судей свое заключение. Происходит потом голосование, тайное голосование о наличии либо отсутствии в действиях судей признаков того или иного дисциплинарного правонарушения, в случае наличия о том виде дисциплинарного взыскания, который может быть наложен на судью. То есть такой механизм привлечения к дисциплинарной ответственности, он и законодательством предусмотрен, и кроме того, что он предусмотрен, он реализуется на практике. Поэтому я думаю, что это один из механизмов, то есть когда есть права и обязанности, если нет меры ответственности, конечно, обеспечить исполнение прав и реализацию обязанностей судей можно только мерами дисциплинарной ответственности. Немаловажный аспект работы судей – это условия, в которых они работают, это материально-техническая база, защита судей, работа судей в таких непростых условиях происходит. Вот в этом вопросе что вам хотелось бы отметить? Ну, на меня, как на председателя Верховного суда, возложена, как я уже сказала, организация работы судового общего рода, именно как раз в этом организационном, материально-техническом, в их материально-техническом оснащении. Я бы, конечно, хотела бы, чтобы в настоящее время она находится на, ну, в среднем, мне сложно говорить, это удовлетворительный или хороший уровень, но так или иначе гораздо лучше, чем это было в первый период, когда только, да, послевоенный период. Сейчас у нас Верховный суд ряд судов городских районов не оснащены, достаточно на хорошем уровне. Есть, конечно, ситуации, когда у нас, допустим, военный суд, он находится в ужасном состоянии, куда узкий суд не имеет залов судебных заседаний. То есть это тоже авторитет, тот, о котором мы говорим, умаляет судебной власти, когда человек приходит для осуществления правосудия в здание, у которого нет судебного заседания, в такой маленькой комнате происходит как раз процесс, да, сам процесс, есть и судья, и все участники. Это, конечно, доверие судебной власти и авторитет не увеличен. Но в этом смысле мы уже у нас, у меня есть такой план, который, я думаю, как это можно решить эти проблемы, и в отношении, в том числе, Гудаутского военного суда работа в этом смысле ведется. Я надеюсь, что материально-техническое оснащение судов будет улучшаться все время, потому что, ну, в принципе, весь прошлый период мы можем проследить, как с каждым годом материально-техническое обеспечение и их гарантии судей, они увеличиваются. И это как бы можно проследить во времени. Я надеюсь, что вот несколько слабых мест, о которых я сказала, вот как раз ряд судов, которые у нас не оборудованы. А что вам в этом поможет, вот что дает вам эту надежду, что будет улучшение? Что нам поможет, значит, мы пытаемся изыскать средства, значит, внутри той сметы, которая есть. Вот сейчас как раз происходит анализ сметы, уже утверждена к моему приходу была смета, бюджетная смета на 22-й год. В конце лета мы будем предлагать свои изменения в смету на 23-й год. Там будут заложены, мы будем предлагать рассмотреть Кабинет Министров, это тоже есть полномочия, взаимодействие с Кабинетом Министров при взаимодействии с Кабмином в части утверждения бюджетной сметы и рассмотрения вопросов республиканского бюджета на следующий год в рамках финансирования деятельности судов общей резиденции. Мы будем обосновывать те средства, которые нам нужны для как раз реализации самых необходимых задач, чтобы есть именно самые необходимые. Ну, потом, я надеюсь, что от самых необходимых мы придем уже к следующему какому-то уровню. Но в целом я бы хотела сказать, что в основной массе судов у нас ситуация более-менее удовлетворительная. Интересно также, как устроен судейский корпус по количеству, по возрастному составу, может быть, по каким-то другим критериям еще отметите? Сейчас, на сегодняшний день, у нас количество штатной численности судов общей резиденции определяется парламентом. Есть принятый закон о штатной численности судов, в том числе общей резиденции. Как я уже сказала, это у нас сейчас 10 судов, в том числе верховный, и определяется количество судей. Этим законом определяется количество, сколько же судей должно быть в каждом конкретном районном суде, исходя из количества людей, проживающих на территории населения, исходя из территории района. На сегодняшний день у нас 51 судья судов общей резиденции. Если вы спрашиваете про возрастной состав, в целом я могу сказать, что из 51 судей, 20 судей у нас в возрасте от 40 до 50. То есть чуть меньше половины судей от 40 до 50, 15 судей у нас в возрасте от 30 до 40. Это, в принципе, очень молодой возраст, потому что возможность стать судьей наступает по Конституции, к требованиям судей, это наступление определенного возраста, от 30 лет. Поэтому от 30 до 40 лет у нас 15 судей, от 40 до 50 лет 20 судей. И оставшиеся сейчас судьи от 50 до 60, небольшое количество 5-6 человек, от 60 до 70 лет. В принципе, я могла бы сказать, что наша судебная система потихоньку обновляется, и очень много появляется в них молодых судей. При этом у нас есть и тот костяк взрослого поколения. У нас и в Верховном суде есть судьи, которые работают с 91-го года. Зауша Серапионовича, один делал с 91-го года судья с большим опытом. Поэтому новые судьи, это скорее судьи, которые уже пришли в суд в последнее время, они, можно их назвать молодыми, да, от 30 до 40 лет, их достаточно немало в судейском корпусе. Что касается автоматизированной судебно-информационной системы, вот какая сумма вообще закладывается на внедрение ее, и какая работа ведется сейчас? Как это вообще отразится на работах судов? На работе, точнее. Значит, создание вообще автоматизированной судебно-информационной системы было предусмотрено вот в этом новом законе, Конституционном законе судебной власти, который вступил в силу в 2016 году. И там впервые были закреплены нормы необходимости такой системы, автоматизированной судебно-информационной системы. К сожалению, первое время государство не могло взять на себя обязательства по ее внедрению, потому что она требовала больших финансовых вложений, и откладывалось внедрение этой системы сначала на один год, сначала Конституционным законам о внесении изменений в данный закон, а потом уже постановлениями парламента. Значит, внедрена была автоматизированная судебно-информационная система в судах общей юрисдикции с 1 января 2021 года. То есть в прошлом году, с 1 января, она была внедрена. Она позволяет, и внедрена в той части, кроме видеопротоколирования, автоматизирована видеопротоколирования. Вся остальная часть автоматизированной судебно-информационной системы связана с электронной регистрацией дел, с автораспределением дел, с учетом случайного принципа, с учетом нагрузки, которая есть у судей, сложности дел. Вся эта система уже в судах общей юрисдикции работает. То есть дело, попадающее в суд, в том числе Верховный суд, суды общей юрисдикции, оно регистрируется в соответствующих разделах этой автоматизированной судебно-информационной системы. После этого автоматически распределяется без участия и влияния с председателями судов тому или иному, либо единоличному суде, либо составу судей определяется, значит, с методом, случайным методом. И после этого уже направляется непосредственно тому составу и суде, которая при помощи системы АСИС определена. Сейчас у нас, как я уже сказала, не задействован только тот элемент АСИС, который связан с видеопротоколированием. И проблема внедрения этой части АСИС связана с тем, что для того, чтобы было автоматизировано видеопротоколирование, необходимо, как я сказала, зал судебных заседаний. И вот, допустим, в военном суде, в Гудаутском районе, нет залов судебных заседаний, потому что это стационарная система, где есть мониторы, видеокамеры, микрофоны, которые протоколируют аудио, видео, все, что происходит в рамках судебного процесса. А потом эта информация хранится в материалах дела у нас на сервере в электронном виде. Сейчас и невозможно на сегодняшний день было внедрить именно в эту часть АСИС, связанных с видеопротоколированием, в связи с отсутствием залов судебных заседаний в этих судах. В этом направлении тоже, как я уже сказала, мы пытаемся найти выход. Надо будет найти или помещение, или как-то по-другому выйти из ситуации. Потому что на сегодняшний день до 23-го года, до июля 23-го года, отсроченное вступление в силу этих именно норм, связанных с видеопротоколированием. Ну, как только мы сможем решить проблему с залами судебных заседаний, чтобы одновременно внедрить видеопротоколирование. Невозможно внедрить ту или иную часть АСИСа в каком-то суде, внедрить, а в другом нет. Это нарушает общий принцип единства судебной власти, который предусматривает, что все судьи обладают правым статусом, руководствуются с одними принципами, которые установлены Конституционным законом судебной власти. Поэтому так выделять, что в этом суде у нас будет АСИС в части видеопротоколирования, а в другом суде не будет, так мы не можем поступить. И поэтому мы должны одновременно, чтобы эта часть АСИС тоже была внедрена. Ну, вот проблема у нас связана как раз с залами судебных заседаний. А какая сумма заложена вообще на внедрение системы? Сейчас, да, в этом году именно на АСИС, в рамках, именно на АСИС не заложена. Основная масса трат, которые были произведены, они были в 2020 году, связаны были с заключением договоров по разработке программного обеспечения, потому что это довольно-таки сложное программное обеспечение, разработанное с учетом нашего законодательства. Там есть именно те разделы, которые были с нашим законом. Это невозможно внедрить какую-то там такую систему аналогичную, которая из других стран, она должна быть разработана под наше законодательство. То есть были заключены договоры, связанные как раз с разработкой программного обеспечения, с построением сети. У нас есть сеть, которая связывает все суды общей юрисдикции с Верховным судом, так как наши суды находятся на всей территории Республики Абхазия, по всем районам. Единая сеть, которая построена, чтобы мы могли обмениваться информацией внутри судебных органов судов общей юрисдикции. То есть это были связаны с программным обеспечением, те траты, которые были произведены, и непосредственно уже с построением сети. Плюс эта система должна быть установлена на персональных компьютерах судей, либо же их помощников. У одного судей и помощника должна была быть хотя бы один персональный компьютер, на которых эта система установлена. То есть не во всех у нас судах были закуплены на тот момент, когда внедрялась. Были эти персональные компьютеры. Часть трат была связана с тем, что надо было оборудовать оргтехникой наши суды, хотя бы в том минимуме, который позволил бы установить у судей, которые есть в судах. И, кроме того, в отделе делопроизводства, туда, куда поступает дело, там, где оно регистрируется. То есть в этом году основной объем финансовых средств, которые были потрачены, они уже реализованы. Сейчас наша задача решить проблему, связанную с судами. Света Руслевна, спасибо большое. Уже завершая, вот скажите, вы автор более 40 опубликованных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАГ России. Вы автор четырех монографий. Скажите, пожалуйста, продолжите ли вы научную деятельность? Какие у вас планы? Научная деятельность — это то, что мне всегда нравилось. После университета я поступила в аспиратуру именно потому, что мне это очень близко. Изучать, анализировать нормативные акты в первую очередь, делать выводы. Я думаю, что наука — это то, что останется со мной всегда. Сейчас у меня на нее, к сожалению, нет времени, потому что я полностью загружена в свое рабочее и нерабочее время изучением того, что сейчас происходит в Верховном суде. Выявление тех недостатков, которые я могу, на что могу я повлиять. Поэтому сейчас, к сожалению, нет времени. Но я надеюсь, что когда основные мероприятия и планы, которые у меня созрели в рамках улучшения организации деятельности до общей юридикции, будут реализованы и уже будут поставлены на рельсы, что у меня найдется, я очень рассчитываю, на это время и возможность заняться в том числе и научной, своей научной деятельностью. Потому что даже сейчас, когда я с чем-то сталкиваюсь в работе, а это происходит каждый день и много раз с той или иной нормой, я их отдельно фиксирую, чтобы у меня была возможность потом когда-либо к ним вернуться и уже с точки зрения научного подхода как-то их проанализировать и сделать выводы уже в научном таком, под научным таким взглядом и с учетом как раз методов научного познания. Спасибо большое. Мне кажется, вас поблагодарить за это интервью и пожелать вам удачи в вашей деятельности. Спасибо большое за очень интересные вопросы. Спасибо, Лена. Спасибо.